Привет, друзья! Сейчас я нахожусь в Тарту и сегодня вы увидите видео про этот модульный мини-дом. Ранее на канале уже было видео про этот мини-дом, в котором автор проекта KidSylt рассказывал про него. Этот домик мне очень понравился, поэтому я приехал сюда вновь, чтобы уже пожить здесь какое-то время. И в этом видео я расскажу про дом уже с учетом своего опыта проживания здесь. Напомню, что это модульный дом, состоит из двух модулей, которые собираются на производстве, в готовом виде доставляются на участок и монтируются за один день. Дом построен на месте гаража, это своего рода эксперимент, чтобы оживить это место. В дальнейшем, по задумке автора проекта, вместо всех этих старых гаражей будут стоять подобные мини-дома, в которых будут жить студенты, молодые люди, молодые семьи и все те, кому такого дома будет достаточно. Внешний вид дома лично мне симпатичен. Мне нравится, что здесь большое панорамное окно. Я уже предвижу комментарии на тему того, что панорамное окно это опасно, могут разбить и так далее. Но дом находится в городе, мимо проходят люди и никаких маргиналов лично я тут не видел. Ночью спал спокойно, все хорошо и безопасно. Ну а теперь пройдемте вовнутрь. Итак, при входе мы попадаем сразу же в помещение гостиной. Здесь нет тамбура, так как помещение очень маленькое. Но при этом здесь есть такая зона для прихожей, где есть коврик. Также можно снять обувь и повесить верхнюю одежду. Тут есть все необходимые полочки, стеллаж, можно положить зонт, сумки и прочее. Далее с левой стороны здесь сделано помещение кухни. Здесь все очень компактное, поэтому вот получается то, что мы видим. Но при этом здесь есть очень много мест для хранения вещей. Снизу можно поставить стиральную машину и здесь еще хранить какие-то вещи. Вот сама кухня. В принципе она оборудована всем самым необходимым. Здесь есть раковина, шкаф духовой, плита, мини-холодильник и вытяжка. И также прямо из кухни есть дверь, ведущая помещение в ванной комнаты. Здесь есть душевая кабина, раковина очень удобная и унитаз. Ну и конечно же в ванной есть вытяжка вентиляции. Гостиная здесь конечно же компактная, но при этом есть все самое необходимое для отдыха. Диван небольшой, который раскладывается и превращается в двуспальное место. Столик журнальный и стеллаж для телевизора. Но отмечу очень важный момент. Это высота. Помещение маленькое, но за счет высокого потолка объем комнаты становится больше. И за счет этого появляется ощущение простора. С низким потолком ощущения такого простора в комнате бы уже не было. Поэтому если вы планируете строить себе подобный мини-дом, то имейте это в виду. Если есть такая возможность, то в мини-доме делайте потолок выше. И конечно же панорамные окна в помещении делают также его более просторным. Маленькие окна превратили бы этот домик в скучное и невзрачное строение. Помещение гостиной имеет габариты 2,62 в ширину и 3,5 метра в длину. И помещение зоны кухни и ванны имеет габариты 2,62 на 2,6. Общие габариты этого домика внутри 2,62 на 6,100. Высота помещения внутри от пола до потолка 3,95 и в этой части от пола до верха потолка кухни 2,25. И дальше на втором уровне от пола до потолка высота 1,55. В доме еще находится второй уровень. Там есть спальное место и рабочее место. А подняться туда можно по такой лестнице. Она сделана в виде стеллажей. То есть тут можно хранить какие-то вещи, что очень удобно. И при этом подниматься по ним наверх. В целом, если привыкнуть, то можно спокойно по ней спускаться. Но у этого дома есть еще один вариант лестницы. И сейчас вы ее видите на экране. Я считаю, что она удобнее. Вот так выглядит второй уровень. Здесь находится спальное место для двоих человек. Здесь постелен матрас. Поставлен стеллаж. И сделано такое окно небольшое. Когда спать ложишься, то можно смотреть на ночное небо. Еще здесь сделано рабочее место. Рабочее место здесь довольно удобное. Здесь большая длинная столешница. Но самое, конечно, главное и шикарное в этом рабочем месте – это вид из окна. Особенно, если вы поставите этот мини-домик куда-нибудь вместо с красивыми видами. Здесь в данном случае мы видим гаражи. Но если вы поставите такой дом где-то у себя на участке, то у вас, наверное, будут другие виды, более красивые. По поводу спального места. В этой части высота помещения от пола до потолка – 1,6 метров. Ну, почти 1,6. И вот при моем росте, у меня рост 1,83 метра. Если я встану, то я не смогу полный рост встать. И поэтому, если бы я делал себе дом подобный, то я бы сделал высоту дома повыше буквально на полметра. И было бы самое то. Тогда здесь можно было бы сделать полноценное помещение. Поставить кровать, шкаф. И можно здесь ходить спокойно в полный рост. Я считаю, что так было бы удобнее. Вообще, в подобном мини-доме очень важна продуманная система вентиляции, чтобы здесь было комфортно находиться и дышать. И в частности, в этом мини-доме установлен рекуператор. Он сделан прямо над входной дверью и включается за такую веревочку. Первое нажатие более мощное. И второе нажатие чуть послабее. Чистый воздух поступает через эти отверстия, помещения. А уже воздух из помещения забирается через отверстия сбоку и сверху. В этой перегородке между ванной и гостиной находится водомерный узел. То есть, ввод водопровода и вывод канализации. А также электрощиток. Отопление в доме сделано от теплового насоса. И также здесь устроен теплый пол. Отделка стен и потолка выполнены панелями из березы. Смотрится очень классно. Приятный цвет и фактура. На полу паркет. И, как вы заметили, наверное, плинтусов здесь нет. Такое решение я все чаще встречаю в современных домах. Это некий тренд, некое веяние моды в дизайне интерьера. И, кстати, напишите в комментариях, а лично вам нравится как больше. Когда плинтус есть или же без плинтуса, как в этом варианте. Еще одно из проявлений трендов дизайна интерьеров в доме это светодиодная подсветка по периметру потолка. Здесь устроены светодиодные ленты. Они отражаются по стену. И при этом получается такой мягкий рассеянный свет по всей площади дома. Это очень крутое решение. Оно крутое в том, что вы не видите источник света, но при этом помещение освещается. То есть это очень приятно для глаз и комфортно для нахождения внутри дома. Когда уже я лег спать, выключил свет, то заметил такой момент. Когда делаешь какое-то движение рукой, например, то в потолке включается светильник. Он подсвечивает лестницу и тем самым делает спуск вниз более безопасным, нежели в полной темноте. Вообще бывает иногда такое, что мне говорят или пишут, а вы в Эстонии живете? Поясняю это тем, что у меня много видео из Эстонии. Но я в Эстонии не живу, я лишь приезжаю сюда иногда, чтобы сделать видео про классные и современные дома. Мне нравится современный минималистичный дизайн. Но в России в частной застройке таких домов не так много. Хотя в последнее время в России я все чаще вижу современные классные дома. Пример тому мои видео из Казани и Питера. И это радует. Ну а теперь о моих ощущениях от проживания здесь. Такой дом это отличный вариант для одного человека или же для молодой пары. Для большой семьи здесь места маловато, но если использовать этот домик для отдыха на выходных, то даже в таких габаритах можно разместиться в семье из четырех человек. Например, двое ночью могут спать наверху и двое человек внизу на диване. А если вы, например, пока еще одинокий, но при этом у вас есть земельный участок, то подобный дом можно построить самому или заказать готовый модульный дом, поставить его на участок и жить там какое-то время постоянно. Поэтому не бойтесь таких мини-домов. Это очень хорошее решение, если у вас нет денег на большой дом. Точнее, пока нет денег на большой дом. Или вы попросту не хотите вкладывать большие деньги в недвижимость, а хотите иметь свой небольшой уголок для жизни. Также для кого-то, возможно, это лучше, чем брать ипотеку. Поэтому мини-дома, на мой взгляд, это возможность иметь свое жилье без ипотеки. Но если вы еще сомневаетесь, что мини-дом вам подходит, то имейте в виду, что этот дом сдается в аренду посуточно. Можете приехать сюда, пожить здесь какое-то время, и уже после этого сделать выводы, подходит ли именно вам идея мини-домов. Ссылка на бронирование этого домика будет в описании под видео. Хочу сказать отдельное спасибо хозяину этого дома за то, что дал мне возможность здесь пожить. Друзья, ставьте лайк, если это видео вам было интересным. Подписывайтесь на канал. Но самое главное, пишите ваши впечатления про это видео и про этот модульный мини-дом. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Увидимся!